На очередной сессии Одесского горсовета, которая состоится в среду 29 апреля, Украинская морская партия Сергея Кивалова инициирует обращение к кабинету министров. Депутаты предлагают коллегам поддержать документ, в котором говорится о необходимости ослабления карантинных мер в городе и в стране. Малый и средний бизнес, уверенный в Украинской морской партии, должен возобновить работу. Город недополучает деньги за отсутствие оплаты за коммунальные услуги, денежные запасы населения на исходе. При ослаблении карантина необходимые защитные ограничительные меры должны соблюдаться. То, что у нас наше правительство растянуло на месяца, когда уже у нас скоро голодные бунты, когда малый и средний бизнес загнали просто в ситуацию нищеты, когда мы видим на всех социальных сетях картинки, с которыми многие смеются, когда нищие пришли, это малый и средний бизнес, это реальность завтрашнего дня. Если мы сегодня не грамотно не ослабим меры карантина, я еще раз подчеркиваю, грамотно, потому что у нас все лишь полумеры. И тот карантин, который у нас был, ограничение. Никто их не контролировал, все ходили, гуляли и тому подобное. Мне кажется, что это просто специально делается для того, чтобы нашу страну просто обогнать в нищету. Сегодня мы услышали предложение от Сергея Васильевича Кивалова и, соответственно, поддержали, конечно, его. Предложение заключалось в том, чтобы обратиться к Кабинету министров с предложением от Городского совета и от Украинской морской партии ослабить хотя бы в каком-то мере карантинные ограничения. Потому что на сегодняшний день мы уже полтора месяца сидим в карантине. Малый бизнес и средний бизнес, предприниматели сидят без работы, огромное количество безработных людей. У людей заканчиваются деньги на просто то, чтобы существовать. У нас снизились налоговые платежи, поступления в городской бюджет, оплата коммунальных услуг и людям надо за что-то жить. Глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском горсовете Светлана Сауленко акцентировала внимание также на дезинформации, которая получила распространение в соцсетях. Депутат прошла экспресс-тестирование, а также ПЦР-тест на определение коронавирусной инфекции. Дважды получила отрицательный результат и готовится к сессии горсовета. Очень многие в этом городе не могут пережить то, что реальное тестирование, бесплатное подчеркиваю, можно пройти только у Кивалова, да, называем вещи своими именами. Поэтому спасибо всем, кто так сильно переживал за мое здоровье последние дни. Мне звонили, переживали, писали в интернете, мне кажется, только лениво не писал. Я думаю, что я могу уже стать лицом компании по борьбе с коронавирусом. Я могу сказать, что после того, как поднялась эта вся ситуация, я сделала независимое тестирование в центре Водрекси. Результаты моего ПЦР-теста были направлены в Киев. И результат, как не хочу огорчить всех своих недругов и доброжелателей, результат является негативным. В то же время лидер Украинской морской партии, почетный гражданин Одессы, Одесской области Сергей Кивалов пригласил медицинских сотрудников одесских больниц, горожан и всех, у кого есть желание и необходимость пройти бесплатное тестирование и получить комплексную консультацию высококвалифицированных врачей на базе университетской клиники Международного гуманитарного университета. Продолжение следует...